В Вайбере поступает звонок на аватарке звонившего. Логотип Беларусьбанка, номер российский, ну звонила девушка. Она представилась сотрудникам Беларусьбанка, сказала, что с моей карты в настоящий момент производится незаконная операция. По переводу денежных средств некоему лицу называет имя, фамилию, отчество этого лица. Спросила, делаю ли это я. Я сказала, естественно, что нет, я такой операции не делаю. На том конце провода и подумать не могли, что собеседник не кто-нибудь, а оперативный сотрудник управления по противодействию киберпреступности. По опыту работы Игорь с первых слов понял, что имеет дело с мошенниками. Однако разговор прекращать не стал, сработал, так сказать, профессиональный интерес и желание выйти на след злоумышленника. Она говорит, что нам нужно очень срочно заблокировать вашу карту, спрашивает, какой, вы помните, последний баланс. Ну, чтобы, так сказать, подогреть интерес этой дамы, мы, естественно, сказали, что сотрудники, коллеги тоже были рядом. Естественно, сказали, что около 8 тысяч белорусских рублей на карте. Далее поинтересовалась, есть ли еще карты каких-либо других банков. Спросила, какого банка, я назвал один из банков Республики Беларусь. Вот, она сказала, что сейчас переключит на сотрудника этого банка. Сделала вид, как будто осуществилось переключение, трубку поднял молодой человек. Мы поняли, что, несмотря на то, что это разные люди, парень и девушка находятся они в одном помещении, потому что во время разговора с парнем был слышен голос девушки, хотя они представляются сотрудниками разных банков. Лыже сотрудник банка настойчиво предлагал скачать программу, которая по продуманной преступной схеме позволит ему благополучно и быстро перевести деньги с карты владельца на собственный счет. Ссылки сбрасывались на две программы. Это TeamView и AnyDesk. Вообще, это специальная программа, которая позволяет управлять другим устройством. Будь то компьютер, либо мобильное устройство, неважно. То есть устанавливается на двух разных компьютерах, и с одного компьютера можно управлять другим, причем управлять полностью. И кто знает, возможно, мыши могли бы угодить мышеловку. Но в какой-то момент мошенники смекнули, что к чему, и мгновенно ретировались. Однако это история человека, знающего о киберпреступности и хитроумных схемах, все и даже больше. А вот обычные граждане зачастую ведутся на приманку и доверчиво сдают злоумышленникам все явки и пароли. При этом забывая об элементарных правилах, хотя бы тех, что прописаны в договоре с банком. Когда вы подписывали договор на оказание определенных услуг банком, внимательно ознакомимся с этим договором. Там четко и ясно сказано, что всю конфиденциальную информацию ни в коем разе нельзя передавать другим лицам. У нас есть вся информация в работников отдела безопасности относительно клиентов. И поэтому нам не обязательно кому-то чего-то звонить. Мы моментально можем получить всю информацию о клиенте. По информации банка, за последний год со счетов белорусов преступным путем утекли свыше 2,5 миллионов белорусских рублей. Согласитесь, значительная сумма. Особенно участились случаи кражи денег в конце 2020 года. Естественно, все по вертикали озабочены этой, так сказать, проблемой. Что касается, допустим, юридических лиц, каким образом уберечь деньги учреждений, предприятий и так далее. Если какая-то идет платежка и имеется подозрение, мы, значит, предоставлавливаем движение по этим счетам, связываемся с бухгалтерией. Готовили они такое платежное поручение или не готовили. Если вы пользуетесь дационно-банковским обслуживанием, ну, я имею в виду М-банкинг, интернет-банкинг, там при открытии этой странички, там идет внимание мошенник. И там дается четкая, ясная информация, как необходимо действовать в том или ином случае. Количество пострадавших от рук кибермошенников стремительно растет. Только за один месяц прошлого года на Гомельщине зафиксировано 530 случаев кражи денег посредством сетевых устройств и в интернете. В настоящее время распространенный вид мошенничества – это когда на торговых площадках различных объявлений. Злоумышленник ищет продавца, узнает его номер телефона, затем с помощью мессенджера Viber, Telegram или WhatsApp связывается с ним, скидывает ему фишинговые ссылки, по которым человек переходит и вводит уже банковские реквизиты, банковских платежных карт. Злоумышленник завладевает данными банковских карт и уже осуществляет доступ непосредственно к банковскому счету и переводит деньги себе на счета. В большинстве случаев на удочку мошенников попадаются представители старшего поколения. Молодежь, как правило, более информирована и подкована в вопросах интернет-пользования. Потому бдительность теряют немногие. Однако мало кто из нас не похвастается своей историей развода в сети. Гомельчанин Павел Шамбир – частый пользователь интернет-площадок для бесплатных объявлений. Переписка с кибермошенниками для Павла стала уже чуть ли не хобби. Благодаря такому, пусть не очень полезному, но богатому опыту, молодой человек понимает, чтобы раскусить преступника достаточно простой человеческой психологии. То есть человек спрашивает, можете ли сделать дешевле. Ты говоришь, что да. Дальше ведется разговор-разговор. В итоге, когда надо отправлять, он уже не уточняет стоимость. Он пишет с большими паузами. То есть он что-то написал – пропал, написал – пропал. И теряет мысль. То есть он что-то спрашивает, ты отвечаешь, он как бы уже спрашивает дальше. Видно, что общается с большим количеством людей. Часто спрашивают, есть какие-то недостатки. Ты говоришь, да, есть там такой-то недостаток. Он говорит, хорошо, меня устраивает. То есть он не уточняет, насколько это сильный там недостаток. И еще один важный момент. Телефонный номер лжепокупателя в мессенджере чаще всего засекречен или не отображается. Если это совершают граждане Республики Беларусь, зачастую удается напасть на след и привлечь к уголовной ответственности данное лицо. Но, как показывает практика, звонки осуществляются с территории Российской Федерации, Украины. Злоумышленников нельзя привлечь к уголовной ответственности. Анонимность и безнаказанность, козыри кибермошенников. Наша с вами бдительность – главный инструмент в борьбе с ними. Однако, если даже на какой-то момент вы расслабились и ваши деньги ушли в неизвестном направлении, не стоит отчаиваться. Обращайтесь к правоохранителям. Так, по крайней мере, хоть и небольшой, но остается шанс наказать преступников. Екатерина Жданович, Сергей Лукашук, Игорь Морищенко. Новости недели.